Китайцы создали процессор аналогичный Intel Core i5. Когда подешевеет оперативка и как именно? Насколько сильно затянется дефицит от Intel и когда же мы наконец увидим их 10-нанометровые процессоры? А также насколько хороша будет графика в Ice Lake? Но в первую очередь хотелось бы уделить немного внимания графикам от магазина MindFactory. Это достаточно крупный магазин компьютеров и комплектующих, а также остальной техники в Германии. Который уже в прошлом месяце показал, что AMD получила небольшой отрыв в сравнении с Intel. И вот уже сентябрь подходит к концу, в связи с чем появились новые графики, на которых мы видим отрыв AMD куда больше, чем можно было предположить. Практически 80% всех продаж именно на них и лишь около 20% у компании синих. Что с одной стороны конечно же круто, но с другой все же печально. Ведь у нас такого отрыва мы не получим. Тот же DNS выкатил настолько большую цену на Athlon 200GE, что честно сказать становится печально. И все его расхваливание не имеет никакого смысла. А другие магазины пока его даже не получили. Но судя по тому, что придется конкурировать, я думаю цена везде от Athlon 200GE будет в районе 5000 рублей. Что ну совсем не похоже на 50 и даже 60 долларов. А скорее ближе к 80. А в том же DNS все 90. Хорошо лишь то, что пока что 3, 5 и 7 райзены в своей цене толком не изменились. Особенно после того, как курс доллара пошел вниз. Некоторые аналитики, в частности Compel Electronics и DRAM Exchange, которые являются подразделением компании Trendforce, уверены, что до конца года мы получим снижение цен на оперативную память около 5%. И тенденция в течение следующего года должна сохраниться. Так что, к примеру, уже следующей весной, то есть всего-то через полгода, оперативка будет минимум на 10% дешевле. А с учетом того, что еще и курс доллара падает, и если эта тенденция также сохранится, то мы можем получить еще более значительную разницу месяцев через 6, а то и раньше. Так что, если вы в ближайшее время собирались приобретать себе оперативную память, то лучше немного подождите. Кстати говоря, ребята из той же Compel, а именно президент компании Мартин Вон, уверен, что дефицит процессоров Intel затянется куда дольше, нежели до второй половины 2019 года. Скорее всего, данная история сохранится как минимум на протяжении последующего года, а то и полутора лет. А в худшем случае будет даже до начала 2020-го. Ведь именно тогда Intel планирует показывать свои 10-нм процессоры, о выходе которых, напомню, заговорили еще на этапе запуска Skylake. И тогда предполагалось, что выйдет Кэби Лейк, а уже после этого мы бы получили Кэнон Лейк, который был бы на 10-ти нанометрах, то есть примерно в 2017-м году. Потом все это дело отложили до 2018-го. Обещали, что после Кофи Лейк мы сразу же получим 10-ти нанометровый Кэнон Лейк, после же до 2019-го. И вот сейчас оказывается, что аж до 2020-го. В чем лично я очень сомневаюсь. И в связи с этим хотел бы вас спросить, а точнее провести опрос, подсказка на который прямо сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Как вы думаете, когда именно мы получим 10-ти нанометровые процессоры от Intel? Выбирайте тот ответ, который вам кажется максимально вероятным. А я лишь скажу о том, как отсчиталась Intel перед своими акционерами. Во-первых, они, конечно же, не ожидали, что их специалисты не смогут обеспечить массовые поставки 10-ти нанометровых процессоров в 2019-м году. Ведь именно в нем мы должны были увидеть Ice Lake. И поэтому придется выпускать Cooper Lake, дабы дать хоть какой-то прирост в сравнении с предыдущими технологиями. При этом же в случае с полноценными 10-ти нанометровыми чипами, перевод основных процессоров, а именно Xeon и Core, состоится лишь в 2020-м году. И когда именно, не сказали. А уже в случае с Целлеронами, Пентюмами и остальным, скорее всего, даже в 2021-м. Вдобавок, еще и выяснилось, что графика в процессорах поколения Ice Lake будет действительно неплохой. Информация о встроенном видеоадаптере 11-го поколения была обнаружена в составе баз данных бенчмарка C-Soft. На первый взгляд, все выглядит печально, потому что частоты какие-то чересчур низкие и совсем невыразительные. Но, если посмотреть на количество исполнительных блоков, их приписывается целых 64. Тогда как у нынешних настольных процессоров Coffee Lake, ровно как и у предшественников, имеется лишь 24 подобных блока. Это может как бы намекать на серьезный отрыв встроенной графике в 11-м поколении процессоров Intel. Но и вполне возможно, может быть очередным вбросом. В любом случае, какая-то конкретика касательно выхода 10-нанометровых процессоров и несколько вбросов в сеть, все это благоприятно сказалось на курсе акций Intel, которые на момент 28-го сентября достигли примерно июльских показателей. И это уже неплохо в сравнении с их падением за последние 2 месяца. Насколько сильно вся эта история задержится, сказать нельзя. Но как минимум Intel пытается что-то делать. Хоть и дефицит никуда не уходит, AMD вроде как начинает побеждать и все больше каких-то неприятных новостей. Как ни крути, а доверие пользователей теряется. И на обычном рынке потребителей ситуация в пользу красных. Но в случае с серверными процессорами, с закупками от военных и подобным, это все в очередной раз выручает Intel. Параллельно с тем, в Поднебесной 19 сентября на выставке China International Industry Expo 2018 Производитель и разработчик X86 совместимых процессоров Китайская компания Jaoxin впервые публично представила новое поколение фирменных процессоров KX-6000. Более того, разработка уже получила награду выставки Gold International Award. Как утверждается, процессоры KX-6000 полностью совместимы с инструкциями X86 и без проблем работают под управлением Windows 10. Ну и конечно же, KX-6000 призван составить конкуренцию продуктам Intel и AMD. В основе этих однокристальных процессоров лежит фирменная архитектура, название которой я лично не могу прочитать, и китайская интеллектуальная собственность. Значительная часть этой собственности, надо полагать, принадлежит или оформлена с помощью партнера Jaoxin тайваньской компании Via Technologies, которую многие из нас не понаслышке знают, это опытные ребята. В ближайшее время данная разработка должна появиться в различных моноблоках, настольных ПК, ноутбуках и даже в серверах. По словам производителя, новый процессор способен обеспечить производительность, сравнимую с Intel Core i5 седьмого поколения без поддержки технологии гипертрейдинг, то есть что-то около i5-7400. Отметим, что Jaoxin представляет собой совместное предприятие китайского правительства и компании Via Technologies. А сам же процессор производится по 16-нанометровому техпроцессу FinFET. Он содержит 4 или 8 ядер с частотой до 3 ГГц, 8 МБ кэша второго уровня и поддерживает двухканальную память DDR4-3200 МГц. Чтобы вы понимали, прошлый продукт Jaoxin, процессор с названием KX5000, был 28-нанометровым, четырехъядерным и имел частоту до 2 ГГц, что как бы совсем печально, и я думаю тогда никто никакой ставки не делал на эту компанию. А сейчас мы получаем вполне неплохого конкурента AMD и Intel в среднем сегменте. И если стоимость KX6000 будет варьироваться от 100 до 150 долларов, в зависимости от того, будет ли у него 4 или 8 ядер, то можно будет задуматься о его покупке. Главное, чтобы были нормальные материнки и никаких проблем с памятью. Естественно, какие-либо официальные сроки выхода и ориентировочная цена пока не объявлены. Но думаю, в ближайшее время эта ситуация будет исправлена. И еще хотелось бы отметить, поскольку KX6000 это однокристальная схема, В состав решения входят контроллеры PCI-Express 3.0, SATA, USB, собственный GPU, декодер медиапотоков и другое. Уже точно известно, чипом поддержаны порты HDMI, DisplayPort и MiniDSub15. При этом в том же KX5000 порты SATA и USB были реализованы в отдельном южном мосте ZX200. В данном же случае это все встроено в процессор. И лично я хотел бы сакцентировать внимание на встроенной графике. Если она будет хотя бы аналогична той, что мы получили на шестом поколении Intel, ну или около того, то это будет просто шикарным решением для тех, кто хочет собрать себе бюджетную сборку со встроенной графикой. Посмотрев на то, что китайцы обычно делают, мы вполне можем получить какую-нибудь материнку, на которой будет минимум контроллеров, два слота под оперативку и крайне низкая стоимость. В таком случае за примерно 200 долларов можно будет получить абсолютно готовый компьютер. Я думаю, что это очень интересно и приятно, что появляются новые игроки на рынке процессоров. Что вы думаете по этому поводу и касательно других новостей, пишите в комментариях к этому видео. А также подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. Ставьте лайки, удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok